Смерть ребенка, которому не было и двух лет, к таким последствиям привела авария, случившаяся под Филимоново в эту субботу. По предварительной версии полицейских, водитель Волги выехал на полосу встречного движения и врезался в четверку, в которой ехала семья с маленьким ребенком. В результате данного происшествия трое граждан госпитализированы в ЦГБ города Каннска, им оказана медицинская помощь. В автомобиле ВАЗ-2104 модели на заднем сидении находился ребенок, не достигший возраста двух лет. В результате данного происшествия ребенок от полученных травм скончался. Уже установлено, что ребенок перевозился с нарушением правил перевозки детей, не был пристегнут специальным удерживающим устройством. Более того, после столкновения 40-летний мужчина не получил серьезных травм и даже не попытался помочь пострадавшим, а попросту убежал с места ДТП, спрятавшись в ближайших кустах. Как оказалось, неспроста он был пьян и не имел водительского удостоверения. Из машины еще живого малыша достали очевидцы, они и доставили его в больницу. Уже там он умер. Спустя несколько часов после аварии на место прибыли родственники семьи, которые рассказали, что на следующий день ребенку должно было исполниться два года. Его родители как раз готовились к торжеству. Аленечке два годика завтра было бы. Правда, два годика завтра. Я не могу было бы. Родственники в реанимации, а ребенок насмерть погиб. Пустили продуктов и ехали завтра на день рождения у его сына. И вот так получилось. Родители погибшего малыша получили серьезные травмы с многочисленными переломами. Их доставили в Каннскую межрайонную больницу. Что касается других пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии, то пассажир Волги отделался легким испугом. Ему потребовалась лишь разовая медицинская помощь. Добавим, на несколько часов трасса была перекрыта полицейскими для проведения следственных действий.